С самого раннего утра возле арены Химок небывалый ажиотаж. Сотни людей пришли к стадиону, чтобы вместе отправиться в Москву на празднование восьмилетия со дня присоединения Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Вместе с горожанами масштабный концерт посетили депутаты Совета депутатов Сергей Малиновский, Александр Васильев, Инна Монастырская, Валентин Герасимов, Юлия Ишкова, Татьяна Кавторева, Руслан Шаипов, Юлия Мамай и Алексей Федоров. Эмоции сегодня переполняют, потому что сегодня исторический день, день воссоединения Крыма с Россией. Мы все безумно счастливы, что это произошло. И сейчас мы едем на концерт в поддержку нашего президента и в поддержку нашей страны. В праздничном митинге приняли участие жители Химок, работники градообразующих предприятий, музыканты, спортсмены, активисты партии «Единая Россия». Событие очень важное для России и для наших потомков, для наших граждан. Потому что Крым, он исторически был в составе России. И воссоединение Крыма с Россией – это восстановление исторической справедливости. По официальным данным, в митинг-концерте приняли участие более двухсот тысяч человек. 17 марта 2014 года оно вписано в историю России, как историческое событие, день воссоединения Крыма и России. В этот день Крым вернулся в родную гавань. И, конечно же, Крым он всегда был и является российским. Севастополь, колыбель русского флота, база военно-морского черноморского флота. Это то время, когда мы можем гордо смотреть в глаза всему миру. Отличная погода, музыка, флаги и транспаранты создавали ощущение большого праздника. «Я на самом деле впервые буду на таком мероприятии, и поэтому я жду замечательных эмоций, ярких, отличного настроения». В праздничном концерте приняли участие звезды кино и эстрады Дмитрий Певцов, Владимир Машков, Полина Гагарина и Тимати. Свои хиты исполнили Олег Газманов и группа «Любе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова